Но пока мы выстраиваем отношения с Турцией, сама она изо всех сил разрушает отношения с Европой. Сегодня заморозила дипломатические отношения с Нидерландами, с которыми Киев налаживает хрупкий мир. Напомню, именно от этой страны зависит судьба ратификации соглашения Украина-ЕС, и вопрос этот решится уже скоро, после завтрашних выборов в этой стране. Сегодня же Турция обвинила давнего и, пожалуй, самого надежного партнера Украины-ЕС, Германию в поддержке терроризма. Как реагирует Европа на риторику Анкары? Подробности в материале Татьяны Лагуновой. Курс на эскалацию. Европа уже не прозрачно намекает, а прямо и резко говорит агитационное выступление турецких политиков. В поддержку конституционного референдума, который расширит полномочия президента Эрдогана, нежелательны. Анкара же продолжает гнуть свою линию и планирует митинги в Германии. По данным немецких СМИ, власти Турции демонстративно направили в Берлин запрос с просьбой разрешить как минимум 15 подобных акций. Выступать политики хотят в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Кёльне и Дюссельдорфе. Это города, где проживает турецкая диаспора. Анкара планирует направить туда целый агитационный десант из министров, депутатов и высокопоставленных партийных функционеров. На согласие официального Берлина турецкие власти, впрочем, особо не рассчитывают. Почему, объяснил лично президент Эрдоган, заодно обвинив Ангелу Меркель в поддержке терроризма. Европейские страны не могут смириться с ростом Турции, прежде всего Германия. Германия поддерживает терроризм. Досталось и Нидерландам. С этой страной Турция решила заморозить дипломатические отношения. Пока голландцы не извинятся за то, что отказали в агитации турецким министрам. Мы решили запретить послу Нидерландов, которые сейчас в отъезде, возвращаться в страну. Мы отменяем разрешение на полеты для самолетов, которые перевозят чиновников из Нидерландов. Это ограничение не коснется обычных граждан. Речь идет о дипломатах и чиновниках, которые хотят прибыть в Турцию или использовать наше воздушное пространство в рамках официальных визитов. И это еще не все. Анкара проанонсировала против Нидерландов. Готовят новые санкции. Пока они на стадии обсуждения. Турция обвиняет и угрожает. Европа реагирует. Власти Нидерландов уже заявили, язык шантажа неприемлем. А в Германии вообще решили красноречиво промолчать. Ангела Меркель, которая сегодня выступала в Берлине, о Турции не сказала ни слова. Не хочет участвовать в гонке провокаций, объяснил ее пресс-секретарь. Чем закончится этот конфликт, пока сказать сложно. Да, Европа зависит от Турции. В первую очередь из-за миграционной сделки, которая позволила сократить поток беженцев в ЕС. Но Турции от Европы еще больше. Это импорт-экспорт товаров, инвестиции и туризм. Так что не исключено, что после апрельского референдума напряжение пойдет на спад. И обе стороны сделают вид, что ничего не произошло. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер.